Жители некоторых домов Фокина на протяжении 9 дней находились без горячего и холодного водоснабжения. По предварительным данным, причиной этому стала серия прорывов на водоводе. Подробнее о непростой ситуации в первом сюжете нашей программы. Практически больше недели отдельные горожане находятся в бытовой ситуации, которая, по их мнению, напомнила кризисные 90-е годы. 9 дней без горячей и холодной воды стали настоящим испытанием для жителей муниципалитета. По данным и соцсетей, некоторые люди начали топить снег, чтобы обеспечить себя водой хотя бы для минимальных нужд. Сегодня, 6 декабря 2021 года, в наших домах по Тихонова и Усатова часть домов с 29 ноября полностью отсутствует горячее и холодное водоснабжение. В частности, я живу в Тихонова, 5, 4 этаж. Нет ни капли воды. Возможно, где-то на каких-то этажах есть. Жители обезвожного района рассказали, что за эти 9 дней обращались по всевозможной инстанции, но четкого ответа на тревожащие вопросы не получили. Свои жалобы в отсутствии водоснабжения люди направили в контролирующие структуры. Но до сегодняшнего момента вопрос никак не решился. Представители управляющих организаций мы здесь не видим. Никто не придет, не объяснит ситуацию. По телефону все время говорят. Ищем. Ситуацию омрачил и тот факт, что для жителей не сразу были организованы подвоз питьевой и технической воды. Единственный способ получить живительную влагу заключался в использовании шланга, протянутого из подвала дома по улице Тихонова, 9. Однако далеко не всем подходил этот способ. Да и информированность людей о нем была минимальной. Пожилые люди, которые живут одни в квартирах, они вообще ничем не обеспечены. Понимаете? Кто им должен воду приносить? Соседи? Мы сами ездим. Кто у кого берет? Большинство жителей уверены, что львиная доля ответственности за водный коллапс лежит на управляющей компании. Руководитель коммунальной службы в интервью корреспонденту Тихоокеанского телевидения объяснил ситуацию следующим образом. Несмотря на то, что порывы на водной магистрали старались установить как можно быстрее, на скорость наполнения резервуара для воды это не повлияло. Причина – отсутствие нужного давления. А вот появление самих прорывов – это отдельная история. Сбой в системе подачи электроэнергии. Остановился первый подъем порядка на 6 часов. Соответственно, нижняя зона осталась без воды. И получился перераспределение воды с верхнего, значит, с Волчанского водозабора, так сказать, с учетом утечек, значит, емкости опустошились. На данный момент ситуация находится под контролем прокуратуры. Идет проверка по факту длительного отсутствия воды. Редакция Тихоокеанского телевидения следит за развитием событий. Екатерина Исаева, Хафиз Басыров, Тихоокеанское телевидение.